МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что пришли. Первый вопрос будет такой. В прошлом году Казахстан приступил к реализации крупной экономической программы Нурлыжол, что в переводе на русский обозначает «дорога к процветанию». Китай серьезно занят реализацией проектов «Экономический шелковый путь» и «Морской шелковый путь XXI века». Скажите, пожалуйста, как эти инициативы перекликаются и каковы их перспективы? Добрый день. Во-первых, я очень рад сегодня быть на телеканале ССИТВ «Русский». Для меня большая честь. Что касается вашего вопроса, да, на самом деле, начиная с прошлого года, нашим президентом была выдвинута государственная программа инфраструктурного развития Казахстана, которая называется «Нурлажол». Путь к развитию, светлый путь, можно по-разному переводить, но основной смысл заключается в том, что это своего рода антикризисная программа. Все мы сейчас переживаем не самые лучшие, так скажем, времена в экономическом плане. И главой нашего государства была предложена программа, которая предусматривает строительство на территории Казахстана от столицы, от Астаны, дорог, коммуникации, железных дорог, автомобильных дорог, строительства аэропортов во всех крупных наших областных центрах Казахстана. Ну, так как экономический поиск шелкового пути, он охватывает, конечно, много направлений, там есть и транспортные вопросы, и есть энергетика, там есть и финансовые, там есть и вопросы культурно-гуманитарные, но одной из составляющих является как раз инфраструктурное строительство. Именно поэтому наши две программы, они очень хорошо перекликаются друг с другом. Тем более мы сейчас вместе с Китаем уже практически заканчиваем строительство автомобильной дороги в Западный Китай, Западная Европа, которая начинается по территории Китая, доходит до границы Казахстана, далее от границы Казахстана, от Харгосова он проходит через всю территорию Казахстана, далее переходит на территорию Российской Федерации, и дальше уже доходит до Санкт-Петербурга и выходит на Балтийское море. Это вот одна из составляющих данной программы. Второй маршрут – это железнодорожные транспортировки, железнодорожные магистрали. У нас есть две дороги, которые проходят через Казахстан и из Китая. Есть два железнодорожных перехода через Харгос и через доступ Алашанков. Буквально недавно мы из Китая наладили транспортный коридор, который идет в направлении Ирана, он проходит через Казахстан, далее через Туркменистан и дальше через Иран выходит на Персидский залив. То есть Нурлужол и экономический поиск шелкового пути, они очень тесно взаимосвязаны друг с другом, они дополняют друг друга, и мы намерены в дальнейшем совместно работать для того, чтобы наши транспортные и транзитные возможности приносили как можно больше пользы для наших стран. — Какие вообще, на Ваш взгляд, последние тенденции двусторонних отношений Казахстана и Китая, и в каких сферах страны сотрудничают наиболее эффективно сейчас, в данное время? — Я должен отметить, что казахстанско-китайские отношения в настоящее время находятся на подъеме. В прошлом году, во время государственного визита нашего президента в Китай, была подписана совместная декларация о новом этапе всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. — Поэтому мы являемся свидетелями того, что наши отношения находятся, наверное, на пике, на самом высоком уровне наших двусторонних отношений. Сферы, они разносторонние. Помимо политического взаимодействия, мы, наши главы государства, мы являемся свидетелями того, что наши главы государства ежегодно практически встречаются три-четыре раза, обсуждают различные проблемы как регионального, так и глобального масштаба. — Очень тесные у нас экономические взаимоотношения. Конечно, в последние годы мы наблюдаем определенный спад, который связан с глобальным кризисом. Но это идет повсеместная такая тенденция. В прошлом году товарооборот наш составил 17 миллиардов. Годом ранее было 24 миллиарда. Есть определенный спад, но мы работаем над тем... — Но цифры все равно довольно внушительные. — Цифры внушительные, но мы ставим перед собой цель к 2020 году достичь товарооборота в объеме 40 миллиардов долларов. Поэтому в настоящее время мы очень тесно работаем с китайской стороной. Вы знаете, в Китае сейчас тоже есть программа по переносу производственных мощностей, так называемая. В Казахстане мы называем программой по индустриализации. В рамках этой программы у нас в настоящее время уже согласовано 52 проекта, которые будут строиться на территории Китая на общую сумму 24 миллиарда долларов. Эти проекты охватывают различные сферы. Это и нефтехимия, это и металлургия, это и сельское хозяйство, это и машиностроение, автомобильное строение. Разносторонние, разные. То есть нельзя говорить, что в какой-то области больше, в какой-то меньше. Там очень много разных направлений. Там есть даже такой проект, как по строительству в Казахстане суперкомпьютера совместно с китайскими нашими друзьями. Очень хорошие перспективы имеют взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Буквально месяц назад был наш министр сельского хозяйства. Мы наметили с китайской стороны планы по дальнейшему углублению. В сфере энергетики у нас очень тесное взаимодействие. Уже на протяжении 20 лет мы сотрудничаем, поставляем на территорию Китая нефть. Есть газопроводы, которые проходят через территорию Казахстана. В сфере транспорта, я уже об этом говорил, тесное взаимодействие. Поэтому сферы разносторонние, разные, разноплановые и очень перспективные. Вы затронули не так давно тему государственных визитов лидеров Китая и Казахстана. Я бы хотел спросить, на этот год запланированы ли какие-либо мероприятия на высшем уровне? Да, на этот год запланирован визит нашего президента. Как вы знаете, в сентябре месяце на территории Китая в городе Ханчжо состоится саммит G20. Наш президент был приглашен председателем Китайской Народной Республики, господином Си Зимпином. И он намерен принять участие в этом саммите. Мы надеемся, что участие нашего президента в этом саммите будет очень эффективным, продуктивным. Буквально недавно главы Казахстана и Китая встречались в Вашингтоне на полях саммита по ядерной безопасности. Тоже обсудили различные вопросы двустороннего взаимодействия и договорились в сентябре уже, будучи в Китае, как можно больше уделить время нашим двусторонним вопросам. Казахстан стал одним из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, что конкретно Казахстану это может принести? Каков его интерес, основной интерес? Мы с самого начала поддержали создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И хотя наша доля там, скажем, не очень большая, не достигает одного процента, но мы ожидаем, что банк примет участие в финансировании тех инфраструктурных проектов, которые у нас на территории Казахстана уже запланированы. Я только что Вам говорил о той программе инфраструктурного развития Нурлужол, которая у нас реализуется в Казахстане. Поэтому мы очень заинтересованы в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для реализации проектов. У нас правительство на эти инфраструктурные проекты уже выделило средства в объеме 9 миллиардов долларов. Но так как программа большая, масштабная, мы ожидаем привлечения и других инвестиций, в том числе и из Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете уровень гуманитарных обменов, гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем? Какие-либо проекты намечены на ближайший год, два, на ближайшее время? Гуманитарное сотрудничество у нас развивается довольно-таки активно. Гуманитарные вопросы охватывают широкий спектр вопросов. Это и культура, это и образование, это и здравоохранение. В сфере образования, например, у нас очень много наших студентов обучается в Китае. В настоящее время на территории Китая обучается порядка около 11 тысяч казахстанских студентов. Часть обучаются за свои средства, часть за счет грантов международных организаций, как вот Шанхайская организация сотрудничества. Часть за свои средства, большая часть за свои средства обучается. На территории Китая созданы 4 института конфуции, которые работают у нас в Астане, в Алматы, в Актюбинске, в Караганде, где преподается китайский язык. В Казахстане наблюдается интерес к изучению китайского языка, интерес к изучению китайской культуры. Для того, чтобы удовлетворить потребности как казахстанской аудитории в китайской культуре, так же китайской аудитории в казахстанской культуре, мы в настоящее время с министерствами культуры прорабатываем организацию сезонов культуры Казахстана и Китая. Возможно, в следующем году уже большие творческие коллективы, как Казахстана, так и Китая, взаимно приедут для демонстрации своего искусства на территории Казахстана, так и Китая. В последнее время наблюдается очень тесное взаимодействие между нашими телевизионными компаниями. Насколько я знаю, все стиви русские очень тесно взаимодействуют с нашей телекомпанией Хабар. Поэтому мы со своей стороны только поддерживаем, готовы оказывать максимальное содействие. Спасибо, мы же свои тоже. Поэтому, я думаю, это взаимовыгодно, интересно, потому что гуманитарная составляющая, она помогает людям больше познавать, больше узнавать друг о друге, получать больше достоверной информации друг о друге и укреплять дружеские, добрососедские отношения в регионах страны. А как вы считаете, в чем основной интерес, почему-то популярен Китай в среде студентов Казахстана? Почему стремится молодежь в Китай получить образование? Ну, Китай наш ближайший сосед. На севере у нас сосед Россия, на юге Китай наш сосед. Поэтому очень близкое расстояние. Тем более сейчас я уже говорил о том, что у нас и политическое взаимодействие идет очень тесно, экономические контакты очень интенсивные, очень много совместных проектов. На территории Казахстана работают много китайских компаний, люди со знанием китайского языка востребованы. Но в настоящее время мало просто знать китайский язык. Нужно получать специальности. Поэтому сейчас наше правительство делает акцент на то, чтобы наши студенты, приезжая в Китай, получали специальности которые в дальнейшем можно было использовать в двустороннем сотрудничестве. Шахрат Шакизатович, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня к нам в программу. Это для нас тоже большая честь. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напоминаю, это была программа «Диалог». У нас в гостях был Шахрат Нурышев, посол Республики Казахстан в Китае. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова